О том, что городская власть трудится над новой транспортной схемой, Юлия слышала. Только вот результат работы чиновников пока не видит. Часто попадаю на улицы Невского, Московский проспект. А самое главное, я живу на улице Кашевого. И в связи с тем, что закрыли мост, там грандиозная пробка. И получается, на работу добираюсь полтора-два часа. Расход топлива увеличился значительно. О расходе нервов и говорить не приходится. Ремонт моста меняет не только облик города, но и вносит коррективы в личную жизнь калининградцев. Площадь Победы – точка притяжения и пассажиров, и всего транспорта. Центр города кипит днем и ночью, а Ленинский проспект стоит. У нас все старались пять лет назад сделать эту сеть, чтобы, не важно, с Московского района, с Октябрьского, с Ленинградского, с Приверного, все через площадь проходить. Такого нигде в мире нет. Это тупость и дурость. Такой дурости, которая сейчас есть, ее не будет. Потому что мы все глубже и глубже вникаем в этот вопрос. Если мы берем Москву с ее сложной транспортной ситуацией, она имеет транспортную систему радиально-кольцевую. То есть у нее есть несколько замкнутых колец, которые хотя бы теоретически могут облегчить ситуацию. В нашем случае такого нет. В транспортном институте убеждены, пробки – это историческая закономерность Калининграда. Город изначально построен так, что транспортного коллапса не миновать. Мобильная лаборатория на колесах – вот способ проверить дороги на ровность и прочность, уверены ученые. Для Калининграда идеальный вариант – это минимизировать автомобильное движение, личного автомобильного транспорта. К сожалению, для нас это будет очень сложно, так как мы по уровню автомобилизации находимся на очень высоком месте по России, в связи с близостью Евросоюза, в том числе дешевизны автотранспорта. Дорожная лаборатория подключена к системам ГЛОНАСС и GPS. Она не заблудится даже в самых отдаленных районах области. Однако и этот форт стоимостью 12 миллионов не сможет миновать городского затора. К пробке можно подготовиться заранее, перед тем, как выйти на улицу на специальном сайте, посмотреть реальное положение дел и сделать прогноз на ближайший час. При желании можно оценить обстановку при помощи городских камер видеонаблюдения. Скорость автомобиля в пробке не больше 10 км в час. В такой ситуации многие калининградцы предпочитают отказаться от авто в пользу пешей прогулки. Европейцы свой выбор сделали давно – пересели на трамваи. Так, в Швеции электрические вагоны пользуются популярностью и уважаемы за свою экологичность. Ваши трамваи стоят в пробках. У вас очень старый трамвайный фонд. И вы купили всего один новый трамвай. Это все похоже на ситуацию, которая когда-то была у нас в Швеции. В 70-х годах в Швеции как раз многие трамвайные линии были закрыты. И сейчас все очень сожалеют об этом. В свою очередь, одни калининградцы не согласны, что трамваи стоит вернуть. Другие сетуют на то, что рейсы зря сократили. Они отживают свое. Очень нужны, очень нужны. Город весь загруженный, много у всех людей, большой город. Как это можно так было бросить и все? Если убрать трамваи, то основной поток людей пойдет на другие общественные транспорты. И это будет создавать неудобства прежде всего им. Это лицо города, историческая достопримечательность нашего города. Я считаю, что трамвай надо оставлять, несмотря на то, что они создают пробки в нашем городе. Там, где мы живем, я могу доехать на трамвай, как мне надо. Потому что мне он вполне устраивает. И мне жалко, что их стало мало. Стратегия Лондона – платный въезд в центр города. Метод Бразилии – активное продвижение автобусов, которые удобнее и дешевле личных авто. Калининграду еще предстоит найти свой путь, который выведет город из круглосуточной пробки. Антонина Слатвинская, Михаил Эльбаум, Служба новостей город.